Почитал новости русского шоу-бизнеса, говорил себе, ты выше этого, не реагируй, но все-таки скажу, Тимати, я знаю, что две твои дырки уже давно заняты, и не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой род и предъявить ко мне какие-то высказывания, когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты, убивают украинских людей, детей, крушат города, поэтому лучше сиди молча, сопи свои две дырки, и иди спасай свою полубанкротную компанию, и жаль свои бургеры, и хватит сыпать свои угрозы, ты ничего из себя не представляешь без помощи своих папиков, что там еще, слава, слава, ты лицемерка, не так давно пела мне «Оды любви», а сейчас открыла рот и воняет, если ты так гордишься тем, что делает Россия с Украиной, садись на медведя, скакай в Сибирь, бей в грудь, и кричи «Россия, матушка», тебе это подойдет, «Яна Рудковская», «Яночка, мне кажется, ты давно не видишь ничего, кроме логотипов Луи Виттона», «Очнись, ты же умная женщина», «Уже сдала в аренду каток, уже уехала из России», «Как так?» «Вы же патриоты все», «Куда же вы бросаете родину?» «Скоро китайская партия Луи Виттонов должна прийти в Россию, хотя это не факт», «Бузова», «Леди Бу» в Дубаях тоже улетела, «Спасибо Инстаграму, что он избавил нас от твоего присутствия, от этого нескончаемого потока, не нужной никому информации», «А ты сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Инстаграма в Телеграм, что маловероятно». «Я хочу поблагодарить каждого русского артиста, который выступил в поддержку Украины, спасибо вам огромное, это очень важно, это важно для Украины, для украинского народа, и мы смело можем назвать вас братьями, а все молчаливые, удачи вам и успехов!»